Игнат Тихонович, здравствуйте. Добрый день. Как у вас дела? А какие дела-то? Сейчас опущу, что-то сильно все время светит и не знаешь как сделать. На улице снег отсвечивает. У вас снег выпал? Да он все время еще был, не таял. Выпадал на днях только. Ну, что там у вас? Ну, вопросы, да, можно сдавать. У меня все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, во славу Христа. Во славу Божию. Слушаю, говорите. Ну, у меня вот первый вопрос, он родился вот сейчас. У человека риск не протест против Бога из-за зла в мире. Ну, вот, например, знаю Невзорова, потом вот этого монаха, как его Григорий или Михаил, который, кстати, нападает на многих православных. Вот у него мои друзья с ним общались. Он не знал, что это православные христиане. И они говорят, ой-ой-ой, этот человек такой узкий верный. У него все это непросто. Ладно бы там на московскую патриархию. У него все обижаются. А у него именно кощунство и такая, пускай, неность к Богу. Прям. Ну, человек как безумный, одержимый. Фильмы снимает такие. Кто ему платит, наверное. Как вот человек был монахом, духовным чадом знаменитого, там одного духовника из Труйска Сергия Лавры, а потом становится таким, как сатанистом. Ненавидит христианство. Бога всякое поносит. Ну, то есть, вот как относиться к таким людям? Просто... Ну, вот как объяснить, что архангел Михаил воевал с Люцифером, с дьяволом? Что ему там не хваталось? Считаем 14 глава пророка Исаия, 28 глава книга пророка Иезекииля. Кем он был? Хеорувимов, осиняющим. И сошел к вам, говорит, в великой ярости, ища кого поглотить. То есть, он сошел, и, конечно, он действует. Печаль сатаны, Мария Карелли, об этом говорит. Ну, да. Просто человек такой злобы именно к Богу. Вот этот монах, ну, монах в кавычках сейчас, он, говорят, вроде женился даже. Он женился. Он приезжал в Барнаул, звонил, и тут хотел со мной встретиться, потому что я на своем сайте 32 ролика Невзорова разбираю во свете Библии. 32 ролика. Это немало. Да-да-да, я, кстати, все эти ролики видел. Ну, да. И он хотел встретиться здесь, но я не пошел навстречу никак. Который человек-монах и нарушил обеты свои, я смотрю на него неположительно. Это мягко сказать. Да. Ну, вот у человека может, у человека был христианином, вот просто мне этот вопрос как бы интересует. Что человека может сделать, как сам напевец Давид говорит, безумец, когда он становится таким безумством, что у него такая, ну, ладно, ты повторюсь, там, на попов обижайся, там, кто-то тебе недокормил, недопоил, обидел. Ну, такая ненависть к Богу, он прям, знаете, такими словами говорит, это просто, как все, конечно, в сатану. Александр, о нем я не хочу говорить. Давайте по делу. Зачем меня его судить? Я не хочу это. Мне это не нравится. Я могу, я за Невзорова каждый день молюсь, а каждый день его имя поминаю перед Богом. У меня один ответ. Вот стерковь не такой, ну, и что дальше? Не такой разрушитель. Что дальше? Я за него каждый день молюсь, за него, за Горбачева молюсь каждый день. У меня определенное правило. Специальные люди, вероотступники, отдельно болящие, отдельно пьяницы, отдельно там, которые помогают. Я всех их поминаю по своим категориям. Бывает так, я молюсь за Ганимова, а он потом делается гонителем меня. Это редкий случай, но бывает так, который там где-то в миссионерских отделах. Я за него усиливаю молитву. Может, он меня испытывает, он не такой. Потому что жизнь дальше может показать. Меня этим не раззадорить нельзя ничего. Я слишком много был жареный, пареный, говорится, перетертый. Ну, про миссионерские отделы можно сказать, что есть люди, которые вас и любят с этих отделов. Вы когда говорите, что там все такие, там есть люди, которые, я знаю лично, к вам хорошо относятся, есть нейтрально, а есть, ну, мы знаем, как к вам относятся. Сказать, что в миссионерские отделы там собраны, как вы говорите, всякое. Нет, там собраны разные люди. Есть кто искренне ищет Бога и старается. Никогда не было никаких отделов, есть только так. Побуждение Духа Святого и повеление Божьего. Все, никаких отделов быть не может. Это еще одна структура в структуре. И он никуда не шагнет в сторону. Потому что над ним все время кто-то должен быть, крышевать его должен. У нас перед, над нами только Дух Святой. Он меня побудил. Я сел в машину, поехал в Турцию. Вот я по Турции проехал. По Турции. Да. Я могу рассказать о турках. Конкретно видел. Я не хотел ехать в Америку. У меня приглашение за приглашением идет из Америки. Из Канады. Официально, от митрополита. Я в университетах преподаю, все время задаю вопрос, ехать или не ехать. И все говорят, не ездить, не ездить. Я теперь задаю в Москве, встречаюсь там с диссидентами, такими важными людьми, со священниками, ехать или не ехать. И тогда Зоя Крахмальникова, Александровна, она здесь была, церковная писательница. И она мне говорит, вы обязаны поехать. Потому что вам будут задавать вопрос, а я вел радиопрограммы, три радиопрограммы, во всех отделах милиции, везде. Вам придется отвечать, вы своими глазами должны увидеть это. И она меня сшибла, я поехал. Меня платили, я ни копейки не платил. Я проехал от одного континента океана до другого. Я много на машинах ездил, там собирали, нам ничего не дошло, ограблены были. Но дело не в этом, а что я видел людей, встречался, беседовал. И имею хотя бы маленькое представление, что такое Америка. И туда я никогда не поеду, вот уехали кто-то. Я лучше здесь буду со своим народом. Не о народе думаю, а я просто привык. Я вот был в Москве, и там один человек, я его не знаю, как фамилию уже назвать. И он был этим гидом. А там приехали из Англии, и он... Познакомились с ней, с девушкой-то, и женились. И она переехала в Москву, живет теперь, а может в Подмосковье, там, это я по фотографиям смотрел. И она говорит, вот она прожила тут сколько, 6 лет, поехала опять в Англию. Мне, говорит, уже не нравится, вот там это все улизанное такое. А тут, говорит, бревна лежат 2 года под окнами, мы не убрали, крапива растет. Вот это, мы в этом живем, мы в природе, мы другие, совсем другие. Я посмотрел по этим скаутским лагерям, как они воду, как они там, ой-ой-ой, дистиллированная вода пропускает через аппаратуру. А у нас ничего нету, обыкновенное озеро, мы купаемся, и нужды никто не болеет. Вот так. Ну да, я все, я многие ваши ролики вижу, что рассказывать, не знаю. А, кстати, вот у меня вот, можно сказать, пожелание есть. Если бы вам снимать хотя бы раз в неделю, вот помните, у вас очень хороший ролик вышел, очень много тысяч людей просмотрел. Даже, наверное, несколько сотен моих всяких знакомых, друзей, там, соратников. Это вот когда вы группу Дятлова освещали. А если бы вам ежедневно снимать, вот, в свете Библии, какую-то, ну, какую-то тему поднимать, было здорово было. Александр, видите как, меня нужно толкать все время. Я... Ну вот, толкаем. Старые книги я тащу к переплетчикам. И одна сестра наша и говорит, зачем тебе платить-то туда деньги-то? Ты сам научись переплетать-то. Вот, а теперь меня толкнули. Я говорю, ну, веди меня к переплетчику. Пошел в переплетный цех городской, накупил материалов. Я выпустил не одну группу переплетчиков, священников, диаконов пущу, у меня на дому. А потом, когда я вел занятия в университете, сделал объявление, и университет 21 тысяча человек. Кто хотел, пришли огромная аудитория. Я, не знаю, наверное, сотни этих сделал. Переплетчики старинные, реставраторы, как, старинными методами шить. Другой случай. Нужно писать материал о католиках. Я не с места. И вдруг, некоторые люди знакомые стали ходить туда, к ним. Из меня мгновенно вышло три материала. И они к истину православия там есть. Гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана. Надежда или трагедия по Тимской Богоматери там. Мгновенно. Меня обязательно нужно что-то толкнуть, чтобы я увидел, что действительно нужда. Без меня не обошлись. Я нигде не лезу, не сею там, где кто-то сеет. Я всегда беру целину. Мне кажется, уже другие сказали, все понятно, чего я буду трогать-то. Но тут один у нас заходит, и он говорит, надо невзором заняться. Вы возьмите, и он мне давай подкидывать эти ролики. А я их не сам искал. Он на меня их выкидывал, этот человек, который на форуме у нас есть. Он не нашего круга, я ни разу его не встречался. Но видно, что Сергей звать, видно, что он хороший, трезвый. И он мне подкидывал, и подкидывал, и я 32 сделал. И говорю, Сережа, уже хватит. Но я подхожу совершенно другим методом, чем... Вот он плохой, невзором, да, но плохой. Но я вижу, везде хорошее. Люди, которые меня не знают, они... Вот как наш епископ, он... Когда его нашему передали, местностное ему, и в Тихию-то... И он приехал, потом говорит, я думал, ну как я приеду с Игнатьем, ладить-то буду. А приехал, а где он? А я его увожу уже полдня, и он не знает, что это я. Это совершенно, говорит, другой человек. Все. А по поводу невзором... Да. По поводу невзором, можно сказать, ну почему он сразу плохой человек? Многие люди, которые обозлились на нашу московскую патриархию, ну и вообще на церковь, встретив всяких вот таких кривых, как я называю, кривославных священников и так далее, они могут вполне быть даже очень замечательными, добрыми и хорошими людьми. Но ожесточились сердцем, столкнувшись с какими-то проявлениями, которые мы все знаем. И невзоров, вы правильно говорите, некоторые вещи я его слушаю, но я точно так же встречался с такими же монахами, точно так же встречался с такими же людьми, которые его побудили оттолкнуться. Просто почему я вот и задал такой вопрос, почему у людей бывает такая ситуация, что они свой личный опыт переводят на Бога? То есть, а, если все такие плохие, или там кто такой плохой, то значит Бог плохой. То есть у них, вот я не могу понять, почему? По апостолу Павелу говорит, ради нас хулиться имя Господня. Вот как. Разве не считали про это? Считал, читал. Ну так давай, покажи, где это написано. А давайте я тогда просто не по своему скайпу, тогда помните, я растерялся в прошлый раз, может быть вы процитируйте, я в повторе посмотрю. Ради вас... Я сейчас что-то не пойму, что-то плохо пишу, неправильно. Вот. Апостол Павел говорит, Римлянам 2,24. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. А в другом месте Господь говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного в день посещения. В одном месте хулиться, Римлянам 2,24. А вот сейчас скажу, где этот день посещения? То есть, когда они обратятся к Богу... Вот мы об этом считаем у апостола Петра 1 послания 2,12. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Об одном говорят. Дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Когда Бог их посетит, они скажут, а у нас был верующий. И они прославят Бога, что есть настоящие дети Божии. Вот как. А сегодня у нас так. Лучше бы, говорит, не встречаться. Я слышал такое выражение. Один проповедует, проповедник, а мне сказали, говорит, а вот о таких людях можно сказать, когда он проповедует, он настолько хорошо говорит, и думаешь, чтобы он с капитр никогда не сходил. А когда он сойдет, знаешь, как живешь, думаешь, хоть бы никогда за капитр не становился. Да, так и есть. Мы знаем много таких примеров. Вот и Невзоров видел это. Он видел все, как закладывают друг друга, как КГБ допрашивать на дому у него. Там отец или дед генерал КГБ был. Невзоров это не только теоретик, он практик. Озлобленный, страшный человек. Но надо там найти что-то. Ну да, он такой же озлобленный, как его соратник, вот этот монах Григорий или Михаил, кто он, повторюсь, мои друзья с ним, ну и соратники общались. Он не знал, что православный. Они говорят, Господи помилуй. Ну ладно ты там, все мы люди грешные, мы все мы встречали разных попов. И благочестивых священников встречали. Я говорю, не надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я просто, да. Просто понимаете, не хочу, мне неприятно. Человек изменил Богу, я могу только скорбеть и плакать. А почему, я сам могу завтра кувыркнуться и не найдешь меня. Да, 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 все правильно, согласен. Дай Бог ему благоразумие, дай Бог ему проросвещение и дай Бог, чтобы он был... Я высказал мнение, что мне неприятны эти люди, которые изменили данному Слову Богу. А написано, Бог на небе, ты на земле. Поэтому держи Слово, чтобы Бог не разрушил твое дело. Вот и весь сказ. Ну, хорошо, тогда я вернусь к этому вопросу, чтобы раз в неделю вот такие бы ролики создавали, как вот про группу Дятлова, когда вы на основании священного писания, священного предания, жития святых, освещаете какую-то тему, там, час, полтора. И, кстати, многие люди смотрят. А вот последневные вот эти ролики от друзьям, они говорят, ну, неинтересно. Интересно, когда вы подписываете какую-то тему, посвящаете какую-то тему. Очень людям интересно. Вот сегодня я записал тему о крещении. Какие архиереи настаивают на крещении? Прямо отдельная тема. Вот сегодня же, утром-завтра я его выставлю. Позавчера было там, который выставил Иларион Алфеев. Перевод стихотворения о священниках, о их аморальности. В 11 веке еще. Это определенная тема, весь ролик. Стихотворение 400 строк. Это письмо он перевел, по-моему, Семенового Богослова. Я Алфеева в юности читал его книги. У него книга, он посвятил переводы святых отцов. По-моему, Семенового Богослова, да, если не ошибаюсь? Да. Да, да, я Алфеева читал. Он, когда был иеромонахом, у него очень такие книги интересные были. А потом, когда попал, как вы сказали, в структуру, он... Я промолчил. Был фильм Левиафан Андрея Звягинсова. Левиафан. Да, 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 и смотрели. Мы стали просить, дескать, священники и за, и против, выступают хорошо то и хорошо другое. Плохо, плохо, что на него говорят. Но я тоже сказал. Правда, посвящение большое, 160 тысяч, кажется. Да, 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 смотрели. Я конкретно, только Левиафан. Как возникло это, что это означает, о чем он показывает, где он виновен или не виновен. То есть подробности все. Да, смотрели ваши комментарии. Вы, кстати, там так очень все трезво. И невзору бы посмотреть, неплохо было бы. Там вы осветили тему. Надо быть искренним, я считаю. Как ему показать это? Я не знаю, покажите. Чтобы он не огневался на меня. Ну, я думаю, что на его гнев мы не должны реагировать. Он имеет право гневаться. Мы имеем право на него гневаться, потому что, я повторюсь, имеешь ты право высказывать мнение по поводу священства, но когда у тебя переходит это в какие-то кощунства, это недопустимо. Ты должен все-таки понимать. Ладно, ты там разочаровался, хотя слово не христианское, а культное. Ну, отойди. Говори, как было. Ну, давайте, какие у вас вопросы? Забудем их. Просто он секту как будто бы создал от Невзоров. Ну, ладно. Лошади поклоняются. Я знаю все, смотри, лошади, мне все это известно. На эту тему я не говорю, я его не сужу. Я разбираю, что он говорит во свете Библии. Вот и все. Разобрал, да, довольна тоже. Мне это хватит. Все, я понял, хорошо. Ну, у меня вопрос вот такой, Игнать Тихонович. Кстати, немножко с Невзоровым будет похоже. В юности, когда мне было там 15-17 лет, я активно старался проповедовать христианство и Евангелие. Ну, был человек благочестивого образа жизни и горячей веры. Каждый день читал по главе Евангелия, по две главе послания апостолов. Ну, то есть в юности знал хорошо Писание. Но когда я поработал, я в МП, столкнулся с этой системой, с этими епископами, с этими попами. Курав о них очень замечательно говорит. Просто я хочу ответить, там кто-то вам написал, вы озвучивали, чтобы если бы не стать священником. Я просто столкнулся со всей этой системой, я понял, что нет худших врагов христианства, как в крупных епархиях, в крупных монастырях, где собралось вот это, как их даже назвать, я не знаю, лжехристиане. Потому что больше бед от них нет. И у вас в Русской Зарубежной Церкви, у вас общины есть. Вы можете уйти, у вас все равно лучше, как мне кажется. А здесь вот пример с ижевскими священниками. По сути, они сказали много правильное. Единственное, я с ними не согласен, когда они начали говорить, нам не нужны священники, там, штангисты, не нужны священники, ну, я примеры говорю, хоккеисты, там еще. Нет, тут я не согласен. Я считаю, что христианство должно быть широким, иметь, ну, как сказать, широкий план. Люди должны разного направления быть в христианстве, чтобы каждый человек, верующий в Господа нашего, он мог встретить того человека, который будет им близок по духу, близок ему по взглядам. Но эти священники выступили, и они быстро слетели с приходов, которые приходы они строили всю жизнь. Вкладывали в них, собирали общины. А вот у вас, Русской Зарубежной Церкви, у вас получше. Вас так не прижмешь. Я вот, видя все изнутри, вот эту систему, я даже другой пример могу привести. В ЖЖ Укураева как-то писал один архимандрит, он, будучи такой горячий человек, этот монах, привел группу протестантов в нашу православную церковь, русскую. Эти протестанты посмотрели на этого какого-то, ой, на какого-то, на истеричное поведение епископа, ну, митрополита. Ну, как Павлин говорит, хвост распустил тут. Да, да, да. Я щеплял это все. Не трогаю. Дело в чем, я попутно вам скажу, что у меня совершенно другой подход. Во свете Библии показать, что не поздно, начинайте исправляться. Те слова, которые говорит Библия, как толкует святые отцы, их не трогают. Я употребляю другие слова. Они говорят, а так грубо, это нельзя. Я каждое слово подтверждаю Писанием. Вот, допустим, Новый Завет. Не понимают. Толкование блаженного эпилакта стоит на полке. Но я сделал 297 комментариев на толкование, где он говорит о необходимости изучать Слово Божие и крайней необходимости всем быть миссионерами до единого. Я эти моменты расширяю другими святыми отцами, что вижу. И эта книга у меня теперь из рук со стола не уходит. Тот же самый человек. Надо почувствовать эту обстановку. Вот Диамид, там, Щукотский. Он выступил. Выступление-то у него было по делу. Но дальше-то что началось? Его начинают останавливать, он никого уже не признает. Ну, как это годится? Он давай предавать анафеме весь Синод, весь епископат и патриарх. Куда это заехал-то? Да кто ж тебе позволил? Предавать анафеме, предавать, анафеме предавать. Патриарх, в уме или нет. А дальше пошел против телефонов. Они вот те-то так же. Он начал. И дальше надо было сказать и стоять на этом. Продолжать служить и сказать. Вот эти иные, 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 и прочее. Они могут закончиться плачевно. Мысль-то была у него дельная. И у Ижевских точно так же. Я с первого дня за ними слежу. И они точно так, как от Авель Семенов-то. Ездят везде, баламутят, паспорта бросаете. То, где не делаете, в школу не ходите. Ну, куда это годится-то? Ты объясни, почему паспорта-то нельзя иметь-то? Он приехал, наелся и уехал. А где ты был? У человека, который живет постоянно. У него дом, квартира. А не надо иметь документов, не надо делать с властью. А к нам обращаешься. Ко мне заезжают. А у меня ИНН есть там. Я его не брал. Там сделали. Ну, для учета. Ну, у меня свой дом. Я могу принимать в лагерь. Я одновременно его могу принять. Одновременно. Примерно 70 человек. 70 человек накормить, напоить, спасти от непогоды и дать работу. 70 человек. Ты это понимаешь, что это такое? Ты возьми одного только. Куда ты пойдешь? Где бы я ни был, у меня везде своя синагога. Как эти говорят. Он нам сделал синагогу. Помилуй его, Господи. То есть, место для моления. У меня 7 мест таких. 7. Не 2, не 3, а 7. Поэтому, как отнестись к этому сотнику, ко мне они относятся даже не хуже. Потому что он одну синагогу построил, а у меня 7. Я могу... Вот вы приехали и сказали, мы хотим отдельно служить. Я тебе сразу дам место. Служи, пожалуйста. Прославляй Бога. У меня совершенно другой подход. Во всем увидеть перс Божий. Вот мы сейчас с Володей сидели. Ну, я очень птиц люблю. С детства орнитологией занимался. И посмотрели, какие птицы, как записывали. А я с магитофоном по горам, по озерам ездил и записывал. Я этим занимался. Я говорю, у меня записи там есть лучше даже. У нас другие Иволги. Иволы только 6 пород. И одна самая красивая, серебристая, золотистая. И она живет именно у нас здесь. Как она кричит. Я птиц люблю. По крику, по тени, по отпечатку ног. Я мог сказать, что это за птица. Это первая книга, которую я купил, будучи еще ребенком. Наверное, лет 7. Сусиков наловил, сдал. И купил эту толстую страницу на 500 книгу. Виталия Бианки журнал. Это с детства в человека вкладывается. Я все рассматриваю через призму удивления. Вот выступает такой-то. Я сразу молюсь о нем. Как мое сердце мне подсказывает, какое чувство. Я уже тогда знаю, в каком направлении молиться. А может ошибались. Да все, смертному человеку свойственно ошибаться. Конечно. Как к нему отнестись? Если он будет рядом, могу ли я с ним быть вместе? Вот такие, что были враги, которые нападают. Они не враги. Они думают только, что они мне сделают-то. Ну, они напали, ну, они сказали, оклеветали. Ну, у меня все на месте. Я сейчас только гулял по своему двору. С маленьким девочкой. Сколько я ей? 4 года? 2,5? Да, 2,5. 2,5. Я на качелях покачал, побегал. Я бегаю, как ребенок с ними. Пошел, третий раз уже собак покормил. Они со всех сторон ко мне идут. Голуби по комнате полетали. Загнал, кошек выпустил. У меня все время работа. Если я вижу такого диамида, или где, я думаю, у него ничего не было этого рядом. Почему они так ожесточены? Вот у меня нападают враги. В первую очередь я о них молюсь. Прости им, Господи. А мне это надо. Это необходимо. И которые нападают, я говорю, а то лицемерно меня. Он говорит, а сам это... Они не знают меня. Поэтому говорят, я искренне молюсь, Господи, прости их. Мне это надо испытать меня. Потому что я, может, сегодня уже закончу жизнь. У меня отец на один год меньше меня жил. То есть я ресурс исчерпал. Все. Ну вот по поводу, кстати, вот этих всех паспортов, ситуация комичная, смешная. Многие, кто протестуют против паспортов, носят советские паспорта. Советские паспорта с масонскими, сатанинскими символами. Российский паспорт с имперским христианским символом во главе с Георгием Победносным. С крестом. Ну то есть, господа, подумайте, какой у вас протест. Они не извернули дьявол все это? Потому что известный фактор, об этом говорил даже Кураев прямо, что масонское лобби, оно очень хорошо контролирует христианские движения. И там люди сидят с высоким интеллектом. Они продумывают, как нам устраивать все эти провокации. Вот мы должны знать, что многие провокации нам устраивают эти господа, в кавычках господа. Потому что у них Господь не наш, а Господь сатана. И все эти провокации оттуда. Ну потому что иногда действительно любую можно здравую идею до профанации, до безумия довести. Вроде действительно все эти штрих-коды, все эти чипы, чипы, они имеют действительно нехорошее в дальнейшем. Ближе нас приближают к временам Антихриста. Но в то же время надо иметь голову и понимать, что если христиане не будут только все в леса убегать, да, ну может кому-то нравится, какому-то монаху, он хочет уединиться, достичь какого-то совершенства, там, полома, там, я не знаю. Пожалуйста. Но большинство людей, христиан, должны все же идти. И если мы будем везде, христиане будут везде, во всех направлениях, то, я думаю, никакие Антихриста не придут. Ну если из их логики исходить. А если все будут убегать в леса, все бросать, и, ну, я думаю, результат будет печальный. Они, это провокация, что давайте бросать, уходите в леса. А что, в лесах тебя не найдут, и сейчас спутник. Тебя через спутника можно везде найти, по всей Земле. Спутник просвещает, там, говорят некоторые специалисты, что уже можно, там, спутник может мышь увидеть маленькую, с такой высоты. А уж тебя-то человека не увидят, что ли. Ну, увидят, найдут, уничтожат. То есть, мне кажется, это какая-то провокация этих сил. Давайте не берите паспорта, еще что-то там придумывают. Вы хорошо сказали сейчас, говорит. Там масоны, умные, талантливые люди, они просчитывают, какая система. Так вот не надо никакой системы, ты еще раз говоришь. Никаких отделов, центрские отделы. Тебе положил бог на сердце? Мне сколько посылают? Да каждый день. То книгу, то ролик. Вот дайте ответ на него, так или не так. Я дивергент ответил, там, посмотрите, сколько людей. Я смотрел, смотрел, я все смотрел. Игнать Тихонович, я... Я внимательно это смотрю, и поэтому никакой системы нет. То есть, система одна. Если вы хотите, еще раз я вам покажу. Вот вся система. Вся система. Игнать Тихонович. Простая и понятная. Игнать Тихонович, вы видите, я вам тоже хочу показать. Да. Ну вот, видите как, мы друг друга поняли. Да, смотрите, а вот эти... Игнать Тихонович, прошу прощения, что вас перебил. А вот эти четки я сам сделал. О, молодец, молодец. А этим четко... Сколько? 100? Да. Да, все 100. Здесь даже больше немножечко. Ну, 100, да. А здесь вот это старые четки у меня. Ну, или лестница, как у нас второбряться. Вот, видно, да? Они уже настолько истрепаны. Не шевелите, держите на месте. Вот, чтобы видно. Вот, теперь она... А то она сливается. Ага. Вот этим 17 лет уже. У меня трое этих... Ну, лески... То есть, тут три четок. Ну, если говорить по... Так вот, смысл-то в чем заключается? Если ты молишься у Бога, выпрашиваешь ответ, ты должен почувствовать от живого христианина, живая молитва к живому Богу. И она возвращается на жизнь, побуждает. Поэтому не надо больше ничего. Я и Бог, мы двое. Между нами... Ну, я молюсь всем святым, но здесь на земле никаких вот этих не надо. Им высчитывать и нечего. Но я встречаюсь с кем-то, высокого градуса масон. Он знает, кто я. Он назвался, кто я. Я говорю, как вы меня можете достать? А зачем вас достать? Мы вот так вас все знаем. Теперь, как вы можете мне помешать достижение моей цели? Мне этот вопрос задавали в Америке. Как вам помешало КГБ? Я говорю, а в чем помешало? Ну, вот как вас брали, сажали на суде, извращали. Я говорю, никак. Никак. Я как молился, так и молюсь. Они мне не запрещали творить милостыню ни разу. Я все раздал, у меня ничего. Вообще ничего нет. У меня вот это наушники, вот этот вот несчастный телефон. У меня все куплено. До последнего вот этого карандашика. Мое... Ну, у меня ничего нет. И в то же время, Павел говорит, всем обладаем. Я говорю, вы мне как можете помешать? Никак. Вы мне не запрещали ночью молиться в тюрьме? Изи на свободе не мешаете. Паститься не мешаете. Говорят, да хоть вы с голоду помрите. Все. А мне главное, что считать Библию не запрещали. Молиться, поститься, творить милостыню. Мне хватит больше этого. Все. Значит, да мы на вас и не покушаемся. Это вот есть такие, как патриархия, там то другое. Организация. Система. А система... А она... Я вчера вывел такое, интересное, попутно сказать. Один из Америки мне пишет, говорит, я ваши книги выписывал. Видимо, кому-то надо еще. А свою отдал. Вышите мне книгу, для слова Божия нету. Обязательно надпись сделайте, подпись. Ну, там что-нибудь. Если это стоят деньги, я за подпись заплачу доллар. Хо-хо-хо. Вот это да. Такого еще не было. Ну, я думаю, что же ему написать? Написать-то надо написать, чтобы действительно было, не просто брякнуть-то. И я написал. Оно у меня где-то даже здесь есть. Дословно прочитаю сейчас. Вот послушай. Дар свободы совести. Дар свободы совести. В Духе Святом не позволяет стать рабом земной системы. Повторяю. Дар свободы совести в Духе Святом не позволяет стать рабом земной системы. Где Дух Господень, там свобода. Это уже из Библии. Я думаю, дай-ка я ему написал, себе выпишу, выписал. Это у меня откровение. Соединить эти слова вот так. Это моя наработка. Не просто свобода совести, а в Духе Святом. И она не позволит стать рабом системы. Когда я обратился к Богу, в это время я учился в высшем мореходном училище. Добился разрешения три курса за один год сдать. По выбору комиссии, английский, немецкий или французский, все предметы. У меня выход был за границу сразу. И в это время я стал знакомиться. 62-й год у баптистов отделённый Совет Церквей появились, которые отошли от всех Б. Я помогал даже материалы распространять. Я понял, за что они меня могут, я разговариваю. Они могут засыпить вот за это, могут за это, за образование, за имущество и всё остальное. Я сразу же всё это поболелся и всё сбросил. Они мне начинают угрожать, а у меня нету. Они ничего со мной не могут сделать. Я говорю, я знаю слова Марсенковского. Он говорит, со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. То есть заранее всё это отрезал, сжёг, а ко мне больше ни разу они не приставали. Шантажировать они не могли меня ничем. У меня ничего нету. Вот и всё. И поэтому и на ней, и проще. Тут надо прислушаться, что ответила патриархийная священная начальник. Ответили абсолютно правильно. Да, я согласен. Вы можете принимать, не принимать. Это не печать Антихриста, но это ведёт к ней. Да, да, да. Я, кстати, полностью, вот тут мы с вами полностью согласны. Это действительно никакая не печать. И часто люди просто попадаются на провокации. Вы уже смотрели, я уже повторяюсь. Об этом тоже неплохо говорит в лекции своей знаменитый священник Алексей Мороз «Масонство и глобализм». Ну, о манипуляциях вот этих сил. Вы очень тоже неплохо говорите. Ну, просто я хочу вернуться о пожеланиях. Я просто общался с многими людьми, которые смотрели ваш ролик про Дятлова. Моих знакомых, говорю, там подсотню подсмотрели. И многие пожелания опрашивали знакомых, друзей, соратников. Они говорили, если бы были специальные темы, которые были посвящены какому-то процессу, ну, типа вот как с Дятловым, тогда люди будут смотреть. А вот эти повседневные вопросы, пожелания многие мои друзья не смотрят. Ну, они не смотрят, значит, это не наша клиентура. Будет время, я буду искать. Ваша? Ну, я не знаю, я никому, я за количеством не гонюсь. Если тему какую-то представить, вы с друзьями побеседуете, что бы они хотели, и что бы скиньте этот ролик, что это очень необходимо, хотя бы раз там в неделю. Я посмотрю. Если это необходимо, я вымолю у Бога ответ. Игнать Тихонович, вы не забывайте, что многие люди, допустим, вот работают, я узнаю пример, еду кто-нибудь на работу, там в телефоне слушает вас, ну, там Кураево, ну, среди православной молодежи очень много разных взглядов, разные направления, кто там, у кого, у кого любимец, у кого там Смирнов, у кого там Мороз, у кого-то Осипов, кто-то Игнать Тихоновича слушает, кто-то отца Олега Стеняева. И уже все кто-то учится, кто-то работает. И вот так, повседневные вопросы, пожелания, нету времени. А вот раз в неделю, если бы там ролик был час-полтора, посвящен какой-то теме, все будут смотреть. Потому что, допустим, они посмотрели по такой-то теме, другого автора посмотрели. У молодежи вот так я знаю православные, вот с кем я общаюсь, они говорят, вот это интересно автор. У Игнать Тихоновича интересно говорит, там Стеняев интересно говорит, Кураев интересно, Осипов. И люди вот так как бы, ну, питаются. А повседневные вопросы, пожелания, я просто по опыту знаю, времени просто нет. Не потому что они ваши клиенты, не потому что они хотят, а потому что кто-то учится, повторяюсь, кто-то работает, кто-то занят делами, кто-то учится в плане церковного устройства, ему надо считать там много, и он все не успеет. А он выбирает крупицы. Как, по-моему, есть такой баптистский очень неплохой богослов в Нижнем Новгороде, Игорь Малин, да, если я не ошибаюсь. Мне он очень нравится, несмотря на то, что он с нашей позиции еретик, но он очень такие православные вещи говорит, и часто ссылается на наших православных авторов, на Кураева. Прямо кажется, как будто человек наш православный. Вот ты прийди, вернись в нашу церковь. Здорово было. А вот по поводу системы, вот если вернуться, повториться, я вот и сказал, Игнать Тихонович, что у меня, допустим, нынешнее состояние, это выжжено из земли. При патриархе Кирилле все хуже стало намного. И мне, допустим, как пример, стало с тем архимандритом, вести протестантов, неуязычников, оккультистов. Сейчас я не вижу смысла, потому что ты с человеком работаешь много лет, по слову Божию, отцов, авторами. Ну, человек, чтобы он заинтересовался. А он приходит в МП, а там какой-нибудь тупенький попик, которого положили лет пять назад, который вообще ничего не знает. Я уже вам рассказывал пример, когда у меня один знакомый Евангелие даже толком не знал. И они сталкиваются, говорят, брат, ну да, блин, ты нас учил, ты нам помогал, а мы пришли, это что такое? А он нам сказал, ты не достал, не туда сел, и вообще иди отсюда. И человек с этой жесткостью встречается, и он говорит, вот у меня такое состояние как бы выжженной земли. Я сейчас не вижу смысл людей вести, как раньше, как в юности, когда я в юности прям горел. Вот вы знаете, даже духом отчасти кажется, как будто мы с вами родственные души. Я в юности, для меня было священное писание, Евангелие — это ежедневный труд и радость, потому что я читал каждый день по главе Евангелия, два послания апостолов, это была жизнь во Христе. Сейчас этого нету, потому что вот это уродство, которое породила Московская Патриархия, причем я хочу подчеркнуть, я сам являюсь членом Русской Православной Церкви Московской Патриархии, и я, как Невзоров, не являюсь кощунственником, ну то есть я не кощунствую против, не против Бога, а против человеческого фактора, когда руку полагают людей вообще невменяемых. Я хочу сделать одно «но». Да, безусловно, есть и молитвенники, есть и богочестивые священники, есть достойные священники, но их не большинство. И этих священников очень мало. Их голос зачастую даже не слышно. И об этом даже не зря же, даже наш профессор, вы об этом знаете, Курай даже восстал. Он уже сколько терпел, терпел. И когда Патриарх Кирилл пришел к власти, он тогда уже восстал, потому что при Патриархе Кирилле стал какой-то папизм развиваться. И у меня, кстати, вопрос из этого. У нас у православных христиан есть священное писание, есть священное предание. А о священном начале что есть? То есть о священном начале не есть ли это ересь латинства, папизма? Когда человек прикрывается под «Вот я священном начальник, я благословил», есть ли это что-то от католиков? Видите, у католиков один папа, а у нас каждый священник папа. Да-да-да. Я вот это бы хотел сказать. По Писанию. Он бы если говорил, как Кирилл Ирусалимский, «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне», тогда бы вопрос был. Он должен знать Библию хорошо и поступать с ней, вникать в себя его учения, заниматься с ним постоянно. Я их очень хорошо знаю, много встречался. Вчера нормальный человек был, просто нормальный человек. Разговаривает. Ну вот его поставили в священнике, скажи, столько снобизма, столько прозвучения. Ты с кем разговариваешь? Ты как разговариваешь, стоит. Кроме надменности, ничего это ему не прибавило. Он бы наоборот. На такую ступень Бог тебе позволил бы зайти, ты должен вести себя как? Ты болью, каждого должен болеть. Ты должен видеть все, о чем говорит Феофан Затворник. Когда человек этого не видит, священник, у него думает, что все идет нормально. Но когда уже весь дом пылает, охвачен огнем, он начинает бегать и метаться. Но тут же ничего не поделаешь. Они не видят обстановки, не понимают. Я вот сегодня насчитал, вот в ежедневный, который ролик идет, вопросы. Завтра посмотрите. Я там показываю, какие архиереи, одесские, сумские, епархии говорят. Я им всем посылал о крещении материала. Посылал почти 50 лет. И наконец заговорили архиереи. А нигде никто не разговаривал. Я почти 50 лет от руки перепечатывал и посылал на Пасху. А сейчас говорят, только в полное погружение. Неполное погружение это кощунство, это издевательство, это извращение. Вот такими словами. Я все выстоял, вы увидите, крупным шрифтом. Прямо где находится в интернете, какой архиерей, какой митрополит, и все ссылаются на что. И может быть завтра еще утром один ролик будет, но через день будет. Конкретная тема о крещении. А почему? Потому что снова народная, как там называется это? Воля. Нет. Воля вроде. Воля? Народная воля. Ну это такая газета какая-то. И там выступает один какой-то Сильверстов, Дьякон из Новосибирска, Игнатий, псевдоправославный, псевдопроповедник, там все псевдо, псевдо, псевдо. То есть за то, чтобы не крестить. А для меня они... А я смотрел про вас, я смотрел Дулевича, смотрел, по-моему, в Томской епархии какой-то такой попик, я даже его имя забыл. Там в Скуратовске участвовал? Да, Дудин Сергей. А, Дудин? Нет, еще какой-то священник, третье участок. Самсонов Алексей. Да, они сидели. Ну, я вот смотрел, они на радио собрались, и вот у меня был, у них к ним вопрос. Ну, хорошо, вам не нравится, Игнатий Тихонович, у всех свои вкусы, там кому-то они нравятся, я не знаю. Ну, вот я сколько встречал случаев, я вам рассказывал, там один любит Воробьевского, и тут же не любит, допустим, ну, к примеру, Кураева. Другого любит Кураева, не любит Воробьевского. И у каждого, а я, допустим, с ними общаюсь, говорю, друзья, да подходите вы прочее, как апостол Павел говорил, поддерживание, ну, нравится, не нравится, что вы так спорите, ругаетесь. Так вот, я смотрел их там, по-моему, полтора часа, ни о чем, какая-то вода, каша, ну, вы идите, вы бы за это время лучше бы Христа проповедовали, поднимали бы насущные темы, вопросы, ну, о христианстве, о церкви, вы бы лучше это время посвятили Христу. Вот разговор ни о чем, ну, вот он такой, он сикой, ну, вы приедете к дедушке, к этому, простите, Геннадий Тихонович, что я так вам сказал про вас, приедьте и поговорите, или выйдите по скайпу и проведите богословский, там, на основании священного писания, священного предания, как они говорят, поговорите с ним, ну, то есть с вами, а то это как-то каша, ну, а про Дулевича, ну, говорит красиво, так, степенно, сдержанно, ну, имеет право иметь свое мнение, но не более того, а обзываться можно, кстати, с позиции писания отцов церкви, если вот так подойти профессионально, там любого из этого автора может сделать псевдоправославный, потому что известный принцип, я знаю вот таких людей, кстати, о них я хочу вот продолжить, вот пример, общайся с молодым парнем, другом, он там в семинарии учится, и по диакону, или семинарист, только его рукоположили, вот как вы говорите, вот прямо заранее вы сказали, смотришь, он нос кверху, подходишь, допустим, привет, Василий, он, какой я теперь Василий, я отец Василий, ты говоришь, Васька, да ты младше мне на два года, я помню, когда ты пришел к нам, ты вообще ничего не знал, ты боялся в алтарь зайти, я теперь отец Василий, и выходит из храма, ты стоишь в храме, допустим, выходит из храма, и тебя не замечают, а раньше к тебе подбегал, Саня, привет, двумя руками, аж, я не знаю, тресся, чтобы люди другие увидели, что он со мной знаком, что я там по намарили, и по диакон, а потом, когда их по рук полагали, все нос кверху, и он называет дебилизм какой-то, ну что вы, действительно, папа римский, кажется, становится, при этом приезжает какой-нибудь епископ или митрополит, все трясутся, ну это кинокомедия какая-то, это кривославие называют, ну что это такое, ну и грех, и смех, а вот эти все дулевичи, дудины, ну повторюсь, пусть они выйдут по скайпу, и если они такие грамотные, умные, пусть они на основании священного предания, жития святых, ну то есть отцов церкви, священного писания с нами поговорят, а это просто какая-то каша, вот они заварили кашу, сидят, ну вот это не то, это не сё, да выйдите вы на улицу, тысячи наших русских ребят находятся в протестантских сектах, тысячи находятся у неё язычников, оккультистов, посмотрите на телеканалы, что пропагандируют телеканалы, один оккультизм, веру в магию, в шаманизм, в сатанизм, выйдите вы на телевидение, начните проповедовать, нет, они прицепились к Игнатию Тихоновичу, и кстати, повторюсь, они же сейчас все нападают, она Кураева так же, я же уже просто повторяюсь, когда он был во славе, все фотографии показали, подписи, а теперь точно такое же отношение, как вам, к нему относятся. Если бы они говорили ещё правду, там этот Алексей, которого поставили, как председателем этого отдела, миссионерского, я Лапкина знаю, встречался, он не встречался, соврал, дальше, я разъезжаю на двух УАЗиках, у меня ни одного нет, то есть он видел, ну и дальше по порядку, у меня съёмочная группа, ну подойди, Володя, покажи, какая съёмочная группа, какой у нас аппарат, ну вот он аппарат какой, съёмочная группа, на ладони, и я, как Брежнев, не могу сказать слова, я только по бумажке могу разговаривать-то, и я выхожу, даю сигнал, а они начинают снимать, и прочее, то есть, он во время этого часа нагородил, что ему по мытарствам не пройти уже никак, лживое слово, там мытарство такое есть, да, 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 зачем ему это нужно-то, а другие говорят, а что они вас по скайпу не взяли, с Америки этого взяли, а вас не взяли, а другой отвечает, а что они говорят, смертники что ли, они никогда на это не пойдут, ну мне-то никакого вреда нету, никакого, но мне это необходимо, блаженны вы, когда понесут имя как не угодно, Господи гнали меня, будут гнать и вас, желающие жить благочестиво будут гонимы, то есть, они меня возвышают, они мне венец плетут, сейчас посмотрели, я скоро на первое место, по поношению выйду, я пока еще позади Путина, и патриарха Кирилла, за ними я иду, кого сколько поносят, а кстати по поводу Путина, я слушал его мнение, как-то он говорил, говорит, ну он уже сколько, 16 лет у власти, если с 99-го, получается уже 17 лет, и он рассказывал, говорит, когда только были события в Чечне, и начал порядок там наводить, и говорит, вышел, говорит, смотрю, тогда еще газеты, интернета не было, газеты, французские, там, американские, и говорит, и с отомой меня, и с рогами, чего только не увидел, он говорит, я понял, что я делаю правильно, Путин сказал, и он уже говорит, сколько раз я слушал, сколько раз мне, ну и грязь в интернете, если нет воды, уже сейчас говорят, не выпили жиды на Украине, выпил Путина, чего только не придумывают против него, и он говорит, если эти люди нападают, особенно из миссионерских отделов, из системы, я понимаю, что я, в первую очередь, я не такой, вот это первое, что я хорошо уже понимаю, а какой они, какие они, но для меня это понятно, они подчиняются, или как сказать, уважают Дворкина, а если Дворкин у них в почете, больше ничего мне не надо говорить, это раздор, это ненависть, это чернота, и они мне все время подтверждают, ты не такой, я благодарю Бога, Господи, слава тебе, я не попал в эту когорту, у них ничего не было, по поводу Дворкина, я думаю, вот вы про Дворкина говорите, я думаю, Александр Леонидович, у него, я уже повторяю свое мнение, у него по поводу сект, очень много интересных вещей, он порой правильно говорит, именно конкретных сект, талитанных, как он дал термин, там, мормоны, там, эгоисты, ну и так далее, всякие неопротестантские секты, а по поводу вас, я думаю, ну действительно, ему некогда разбираться, а всяких отделов, там, томских, и так далее, вот эти, уважаемые, в кавычках, Дулевичи, Дудины, они ему надули просто на ухо, ну, а отчет надо, там же не всегда будут проверять, не серьезно это, то есть, Дворкин бы, если захотел бы, он вышел бы действительно с вами, и сказал, ну давайте поговорим, а он человек не дурак, не грамотный, давайте по основам православия с вами поговорим, мы ему показали, что те, кто ему настучали, околеветали вас, они, к ним можно так же придраться, их можно так же, я повторюсь, я вот слушаю, и говорю, если профессионально, с точки зрения секта ведения, религиеведения, подойти к Дудину, как его, не хотят сказать, Дворкович, как это вылетело из головы? Вот он приезжал, Дворкин сюда, в Алтайском государственном университете, в актовом зале, выступал, и туда пришли разные мормоны, харизматы, и были наши братья, и пригласили его посетить Алтайский государственный технический университет, 21 тысяча студентов, из 18 стран только люди учатся, к нам на занятия, он не подходит, он не пришел, никак, теперь, когда ему задали вопросы, какие-то там, сейчас я могу не знать, только Игорь Добунов знает, он там был-то, ну, неопростостанцы, так назовем их, он начал их высмеивать, и когда они встали, стали выходить из зала, он, говорит, закричал, проверьте, ничего они у нас тут не забрали, не унесли из зала, ой, нахалюга, ужас один, ну, ну, какой же, это куда годится, какие люди выходят из зала, тут же, дальше, он в Новокузнецке выступает, ему там наш, Михаил Кальмаев, задает вопрос, а что вы скажете о Лапкино, он начал, псевдоправославное там то, говорит, а он говорит, вы встречались с ним? Нет, а он говорит, да это же не так, не так, и мне кажется, я сейчас надо посмотреть, ролик-то стоит в интернете, я видел этот ролик, я видел, и он как будто бы даже попятился, он попятился, да, там я, не вот этого вашего, это мужчина, такой с бородой, он начал говорить, Михаил Кальмаев, Михаил Кальмаев, да, да, он как-то, Дворкин так замялся, и он говорил так, он, он просто у него пошла вода, он ничего не смог ответить, я видел, да, а что он ответит-то, у него ничего нету, который нападает-то, нападает-то, если за мной что-то есть, тогда придумывать не надо, но если они придумывают, я всегда благодарю Бога, значит, в действительности они меня не могут взять, никак, им надо придумывать, а ложь имеет короткие ноги, вот взяли книги мои, где Почаева, то еще в Украине больше заниматься нечем, мне сообщили там, профессор, в разборе книг, два года прошло, ничего нету, епархии, я могу называть, тульская, кемеровская, томская, книги там брали, где центрские отделы, работали уже 14 лет, ну можно было что-то вывести, нет ничего, нету, а наш епископ говорит, вам, епископам говорит, Игнатий никогда не обвинить, что он не православный, он супер православный, но я подхожу с позиции Библии, я не ищу в этом авторитета, мне не надо никого не извергать, ничего, я говорю, что будет страшный суд Божий, поэтому надо работать, делать с любовью, а не просто, они плохие, давайте давите, призывает бить, как Смирнов, окна, берите кирпичи, бейте, да кто же это позволил делать-то, это явно, что экстремист, дурного пошиба, ходил этот, ну и он, а Пентео, и куда его, заткнули, и не слышно, не видно, ну да, цирион, он вообще, знаете, я может быть выскажу сейчас тоже, тоже радикальную мысль, простите, и помолитесь за меня, но я считаю так, если человек является организатором или лидером какой-то организации православной, он должен быть прежде всего русским, славянским человеком, цирионов даже только внешне, прошу прощения, ну за резкость, уже провокация, потому что я общаюсь с неузычниками, они говорят, а что у вас, говорит, православные организации возглавляют жиды, это мне так неузычник, ну неузычник, я говорю, ну он, наверное, не жид, он осетинец какой-то, я говорю, вообще к нему идите с ним, общайтесь, мне это неинтересно, но православная организация должна сдвигаться двоих, а эта провокация уже, вид такой, потом я когда смотрел интервью с этой, Ксенией Собчак, ужасная девушка, ужасные взгляды пропагандирует, и он пришел, сидит с кирпичом, такие вещи говорит, я понимаю, что это не просто провокация, это какое-то, знаете, спланированная акция против христианства, я уже много раз высказывал свое мнение, вот если бы его организация была хотя бы 30 тысяч, 300 тысяч, когда она из себя представляет реальную силу, когда люди собрались на площади, там 30 тысяч и говорят, мы не согласны с этим, мы не согласны с этим, а то обычно смотришь, когда собирается православная, в кавычках так, интеллигенция, или православная общественность, то одни бабушки, а когда собираются мусульмане, собираются там какие-нибудь правые движения, фанаты, одна молодежь, тысячи, если ты не обладаешь таким ресурсом, зачем ты приходишь с кирпичом? Люди будут злиться, они будут говорить, ага, дайте только власть этой церкви, они нам все позапрещают, это провокатор, это провокатор высшей степени, и этого провокатора кто-то использует, даже, знаете, не исключая, что он мальчишка искренний, ищущий, но глупый, а те, кто силой это все организовали, они им манипулировали, то есть стоят какие-то силы, которые понимают, мы не дадим возрождения православию, христианство, нам нужно устраивать провокации, и этот НТ у царионов, он просто, он потом может даже от Бога отойти, это будет второй невзоров, или третий невзоров, или там пятый, сколько таких невзоров, потому что он убедится, что им попользовались, и выбросит его, об этом очень замечательный Кураев говорил, и я об этом часто говорю, потому что надо обладать ресурсом, надо быть реальной силой, если ты можешь, вот есть фанаты, я с фанатами общаюсь, футбольными, хоккейными, питерскими, московскими, они могут там за пять, ну не за пять минут, за полчаса собрать 200-500 человек, если что-то случилось, они все дружат, они все занимаются спортом, у них есть какая-то такая, братство свое, если ты не обладаешь хотя бы таким ресурсом, не лезь, ты иди, и отставить православие с позиции Швейцарии, проповедуй Христа, а когда как Дмитрий Смирнов, я Смирнову со многим согласен, а во многое не принимаю, и когда он говорил, идите громите, а я заходил на форму протестантов, ну вот этих неопротестантов, этих всех сектантов, и видел, как они говорили, посмотрите, к чему призывает этот православие, не допустим, у них же даже лидер какой-то есть, Ореховский или Ореховский, который лоббирует в Госдуме все их проекты, это опасно, это может привести к таким ситуациям, что не дай бог 17-й год повторится, потому что мы должны обладать каким-то ресурсом, даже если мы станем обладать ресурсом, ну о котором я сказал, мы можем собрать и 100, и миллион, и 2 миллиона человека, но ни в коем случае не призвать к погромам, это выльется нам только боком, потому что враги церкви, их очень много, и они следят очень активно, там не дураки сидят в масонских ложах, просто повторюсь, лекция священника Алексея Мороза «Масонство и глобализм», там очень показано, как они везде проникают, это очень серьезно, и все эти царионов, они нам, боком выйдут, это проект опасный, «Так, тут дело такое, ты сейчас положи, Никита идет, открыть надо ему будет, пробежал, тут вот какое дело-то, он наткнулся на меня однажды, этот, Димитрика, царионов, ну и как бы разговариваем, гляжу, они вышли, нахальные, до того хамьё, разговаривать вообще невозможно даже, это настолько-то, ну и что, на один раз это было, дело в том, что они не выключили, ушли, как будто бы разговаривать, у нас все слышно, не выключилось, и я слышал, как они там надмиваются, как глумятся надо мной, что это послужило, я с тех пор, ни одного дня еще не было, чтобы я не поминал имя Димитрия перед Богом, Господи, доброе, найди в нем, не погуби его, со мной встречается очень опасно, я сразу начинаю на руках молитвы, неси их к Богу, ему уже из этих клещей, вот они клещи, не вырваться, я прошу для него гласение и благо, Игнатий Тихонович, вы вот сказали про него, а я вот сам хочу вас попросить, молитесь, пожалуйста, за меня тоже, потому что, чувствуется ваша молитва, я, может быть, какие-то вопросы не всегда с вами согласен, но я высказываю, и вы знаете мое мнение, а вот ваша молитва искренне чувствуется, вот когда вы молитесь, я просто прошу, молитесь за меня, ну как, сугубо, если нас будут смотреть православные, пусть за меня молятся. Вы у меня будете, наверное, пятнадцатым Александром. Ну, Александров много у нас, да, спаси Господь вас, спаси Христос. Ну, вот попробую, повторюсь, мальчика не понимают, во-первых, я его биографию изучал, это человек, который был оккультистом, увлекался, кстати, тоже наркотиками, человек, который был, ну, не христианский образ жизни он вел, он новоначальный. И вот это действительно странная закономерность, о которой вы говорите, вроде Данил Сусоев, ну, я с ним тоже не совсем согласен, вот это его уранополитизм, вот это его, вот это такая, юношеский максимализм. Я считаю, я считаю, что Данил Сусоев, он был юноша, ему был повзрослеет, поумнеет, несмотря, что ему было под сорок уже лет, он был очень такой горячий юноша, и, к сожалению, он из-за своего юношества пострадал. Вот, так вот я хочу повториться, что странная такая ситуация, все, кто из его, ну, через Данила Сусоева обратились, какие-то молодежь, какая-то такая провокционная. То есть, я вот считаю так, вот тому же Дмитрий Царьонов, если бы он нас смотрел, пожелал, ты бы мальчишка посидел, бы поучился лет 12-15, минимум, Божье слово, отцов церкви, потом бы что-то пикать. Вот я, кстати, об этом и хочу вернуться, много раз я повторяюсь. Рукополагает вот таких, ну, даже я не знаю, как назвать, младенцев. И все беды у нас от этого. Ну, вы поучитесь. Вот он не успел еще в семинаре прийти, я вот сколько случаев знаю. Он еще вчера там на улице, а вот, кстати, знакомый мне священник, ему лет, наверное, 27, молодой парень. Он, когда ему было 15 лет, на храм бегал, три шестерки рисовал, сатанистом был. А потом обратился в православие через рок-группу Кинчева, Константин Кинчев, ну, он православный человек стал, и он стал его слушать музыку, интересоваться, и переменил свой сатанинский взгляд на православие. Походил там два года в церковь, поехал учиться, и рукоположился. И вот я смотрю на таких мальчишек и вижу, нельзя рукополагать таких детей. Они минимум должны лет 10-15 в церкви быть. Это трагедия. И вот этот пример, если возвратиться к царе Иону, это трагедия, когда юноши не поучились. И вот вы когда сказали про вас там так, ну, они дураки маленькие. Вот как вы тогда мне сказали, мы юноши. Я признаю, перед вами я мальчишка, но я, допустим, не стремлюсь быть священником. Это на все воля Божия. Я считаю, что, повторюсь, ты 20 лет, вот я про себя думаю, ты 20 лет должен изучать Слово Божие, Отцов Церкви, и то, если мои грехи взять, то какой именно священник? Меня нельзя допускать, я в храме могу быть. Но я вижу, что в московской патриархии рукополагает людей, которые не соответствуют ни канонам, ничему не соответствуют. Многие не знают Слово Божие. Вот я приводил пример знакомого, который в 25 лет ушел и женился второй раз. Я помню, я ему помогал на крещении, а мы дружили с ним, когда он был и подиаконом, потом стал и дьяконом, потом священником, мы дружили, я ему помогаю. И слушаю, он начинает проповедовать, но он у кого покрестил. Я аж вот так, закрыл лицо, думаю, Господи, он не знает Евангелие. Куда смотрел епископ? Он отучился в училище 2 года из-за того, что у него дед священник, там 50 лет священник, его рук положили. А знание ничего, ни опыта, и сколько он людей оттолкнул от церкви. Может быть, даже я покаюсь, я оттолкнул по юношескому, когда был по намалюм, там и подиаконам, что-то не так сказал, не так посмотрел. Но все у меня было радикально. У меня вот были случаи, когда я в церковь в девушку улетел, там виние юбки, там все у нее декольте. Я говорил, девушка, нельзя. И там на меня девушка шла, там старшим панамарям, жаловалась, жаловалась там священникам. Как он так? Я зашла, а ваш там в этой, она не знает, пуп какой-то молодой. Она не знает, что подрясники, стихари могут носить, алтарники, могут носить и подиаконы, и панамари. Александр, не знает что. Я тоже. А, привет. Привет. Добрый вечер. А я поднялся на второй этаж, на клирос, а там поднялась женщина, короткой такой юбки. Я там давай сгонять ее туда. Говорю всем, как вы сюда пустили. Вам не стыдно, говорю, в таком виде, подняться на второй этаж? Да-да-да. Монахиня сидит, такая улыбается, смотрит на меня. Подхожу, как вы пустили сюда, вы что не видите? Она же как блудница одета. Она такая, ну батюшка благословила, а матушка на втором этаже, которая клирос, она меня выталкивает по лестнице вниз. Ну я ушел потом, в конце концов. Да, брат, вот я про это и говорю, что, ну это ужас просто. И ты потом становишься какие-то, я не знаю, слова нельзя сказать. Это самое страшное, что находят с родственниками, которые уходят уже там по 10 лет в церковь. Я уже просто повторяюсь, но брат сказал, Никита, ну говоришь, ну блин, ну вы соответствуете, ну что такое? Начинают на тебя там, я не знаю, ты у них враг номер один становишься. Просто, даже так еще мягко можно сказать, ну как бы, ну вы же должны быть христианки, ну носите вы юбки, покрывайте себя. Вы же понимаете, что в мире вот привезти животных, львы, или там коршуны, если они увидят мясо, там животное такое, которое они нападают на животных, все, так же мужчина, если он увидит тебя обнаженным, ну тут для него жертва просто, они не понимают. То есть, и самое страшное, что внутри церкви вот это все происходит, когда, вот брат Никита правильно сказал, когда на клиросе такие поют, когда дочки попов, вот вы же правильно говорили, даже есть в интернете фото, когда сосовая дочка, что это такое? Ты молодец, Данил, ты проповедовал Христа этим ересикам, этим, но почему не соответствует твое окружение? вот это вот проблема очень насущная. ну ладно, все у нас, больше вопросов нет? А не, можно еще последний вопрос? Вот как раз так называемых вот этих псевдоправославных. Вот я такое явление наблюдаю, кстати, кстати, Игнат Тихонович, ну это мне было несколько дней назад, я поссорился с одним высокопоставленным казаком, другом моим, он и Саулом был. Это вот такое явление, когда приходишь к так называемым православным и начинаешь у них видеть там обереги, там амулеты какие-нибудь, там восточные вот эти все символы. И самое страшное, знаете, вот я пришел к одному православному, он и звонарь, он и на клиросе, он одному священнику помогает, а мы пришли с моим другом Виталием в гости нему, он говорит, ну мой друг, давай его, как он там же поживает, пришли, а я смотрю, ну треугольники вот эти восточные стоят, вот люди увлекаются эзотерикой. Я говорю, Виталий, а что это такое? Я говорю, уже в церкви служат, как это вообще возможно? Я говорю, знаете, может быть неправильно сделал со своей горячестью, взял их, перевернул, говорю, ну это же вообще, как человек в церкви служит и верит в всю эту эзотерику, в все эти амулеты на удачу, все эти пентаграммы, все эти символы. Я был в шоке. Или вот другой случай, когда я к казаку приехал, мы православные, мы должны за православие, и я у него гостил в дом, а он такой человек, ну состоятельный, хороший мужик. Смотрю, такой вот иконки стоят, а недалеко под иконками стоит лягушка с какой-то этой, как называется, ну со стрелой, а под лягушкой деньги. Я говорю, брат, это что у тебя такое? Он говорит, ну это типа, чтобы деньги в доме водились. Я за голову хватаюсь, говорю, ты же православный христианин, как ты можешь верить во все эти лягушки, во все эти, как называется, я не знаю, символы Востока. Он говорит, ну так же везде говорят. Я говорю, где говорят? Ты, говорю, со мной столько лет общаешься. И он на меня обиделся, мы долгое время с ним не общались, его это задело. Как это так? Как идолы какие-то? Вот этот синкретизм непонятный. Как человеку объяснить, православному христианину, что они сейчас, знаете, какой аргумент говорят, Игнат Тихонович? Якобы, что потому что по телевизору показывают, или это типа правда? Особенно вот такие телеканалы, как ТВ3, РЕН-ТВ, ТНТ и других, их сотни телеканалов сейчас, где пропагандируют все вот эти веры в НЛО, веры в эзотерику, в магию, то есть вот это оккультное неуязычество. И многие так называемые православные, которые ходят в церковь, некоторые даже там алтарники, но не все, а многие, они вот начинают просто верить в это, и им начинаешь говорить, начинает конфликтная ситуация. А я не знаю, как им сказать, вот ваш совет хотел услышать, я не знаю, я им по-хорошему говорю, обижается, более радикально говоришь, обижается. Как такому человеку объяснить? Что несовестимо? Я приехал, если ваше слово обладает силой, о чем говорил Егор Низкий, тогда будет по-другому. Допустим, я прихожу, первый раз приглашу в городе Фрунзи, она учительница Капитолина. Я вижу у нее на стене везде вот эти рожи, ряшки, раскрытые, она ездила в Индию, но купила, вот так вот. Я говорю, давай присядем маленько. И стали говорить, сначала помолились, ну коротко-коротко, я стал говорить. Она, я ее сразу зазомбировал, я же гуру, как эти говорят, мои прадедины, а время уже было часа два ночи. Она эти все гончарные изделия-то выходит во двор, вынесла охапкой, как даст по асфальту, тры-ры-ры, такой тресл стоит, среди ночи-то, тишина такая-то. Она в дребезги все разнесла. Я говорю, у тебя книг много? Она говорит, да, это библиотека мировой литературы, 300 томов. И другая, я говорю, я очень люблю библиотеку, вам помочь разобраться? Она разбирается на три части. Одна уничтожается, из дома не выпускается. Вторая, свободно можешь сдать, безразлично. И третья, хорошая, классика, оставить дома. Ну если, мало, а если там несколько тысяч томов, ты должен знать, о чем говорить. Мне Бог дал это. Я к утру разобрал всю библиотеку, и она послушалась, уничтожила. У ней началась другая жизнь. Таких библиотек на моей совести не одна. И еще ни разу не было сбоя, ни разу в жизни. Один раз только поговорили, стали говорить, и она уже стоит, глаз не спускает. Я подтверждаю местами Святой Библии, что об этом говорят каноны, Святые Отцы. Я говорю, ты хочешь быть там, где находятся святые? Давай еще раз помолимся. Теперь реши, что надо делать. Вот я приехал, они, ну, у зятя и мать, кто она там, в Москве. А на холодильнике приклеены рожа одна и чертик с хвостом. И все время они жалуются, что болеют. Болеют, расстройство в желудке. Я говорю, а так кто? Да это не я, это дочка повесила, а то другое. Я говорю, а зачем же вы это сделали-то? Ну, как-то нельзя обидеть. А он здесь, я говорю, знаешь, давай вечером. Как только легли спать, он берет отвертку и начал бить и открывать. Ух, куку, визиона было, я не знаю сколько, значков, ужас, и все это наклеили на большие холодильники. Ну, за ночь мы все отлепили, но я говорю, так как ты еще сама жена, а муж живой, чтобы не было скандала, ты их положи где-то отдельно. А они пускай думают, что выбросили. Ну, и дальше будет видно. То есть тут надо соразмерно, не как Камелиян. Он ночью встал, идолов всех разбил, а жрецы спят в житие святых. И слышит, треск стоит, а он идолов там приглаживает-то. Ну, и когда схватили, он говорит, да, это сделал я, ну, и казнили. Игнать Тихонович, а может, вам как раз одну из тем таких создать, где вы посвятите как раз разбору всем вер, вот эту эзотерику, этот оккультизм, потому что очень актуально, потому что я считаю, что повторение мать учения, вот иногда часто в вопросах по желанию говорить, я уже повторялся, я уже говорил, а я наблюдаю там за Осипом, за Смирновым, за Кураевым, за всеми авторами, даже за Суружским, может, стартов, Дунаев, там все вот, кто знаменитый, есть проповедники или богословы, у всех повторы есть, абсолютно, у всех, даже часто бывает, слушаешь Осипова, и он уже слышно, что уже раз в 110-е говорит, повторяется, уже даже думаешь, ну ты же говорил, а потом с другой стороны думаешь, для каждого человека это новое, вот мы думаем, мы повторяемся, а для каждого человека это вот, открытие, это актуальная тема. Александр, я понял, это не, я не теоретик, практик, могут они показать, что они разобрали вот такие огромные библиотеки на три части, пусть покажут, вот это изотерика, чтобы среди ночи хозяйка вышла и теперь начала уничтожать идолов, как Моисей, он распылил этого тельца, растолкли они его, это золото, и напоил этой водой, а зачем, это у них была такая рвота, они неделю их выворачивали, вот почему, вот, они не могут показать, они сидят под часами, а я человек простой, я просто вижу, это вредно и начинаю говорить согласно Писанию, сердца людей в первые же минуты захвачены, Бог это делает, они тогда начинают говорить, что я колдун, я учился в Египте, учился в Индии, этому искусству, заморачивать голову-то, я нигде не учился, я вырос на степи с отцом, я пастух, сын пастуха, но я говорю по Писанию и молюсь. Игнать Ихонович, если они вас называют колдуном, то с точки зрения нашего же учения православной церкви, их можно отнести как минимум к сумасшедшим, ну они сумасшедшие люди или еретики, если человек начинает верить в колдунов, мы можем эту тему затурнуть, сказать с нашей позиции, да, это зло, это сатанизм, это обращение к бесам, но если он начинает говорить, то получается у него страх какой-то есть, то получается это одна из разноидностей одержимости, это неадекватные люди. Житие святых, говорится, когда Татьяна уничтожала, она зашла там в храм и вместе с шаржицами храм задавила, она пришла поклониться там, а они говорили, это чернодейством ты делаешь, это всегда так было. Да, 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 люди верят только в то, что сами могут сотворить. Вот конкретно тема, я начинаю заниматься, вот много беспризорных детей, образую детский лагерь, 44 года, я все показываю на это. Вот тема, люди необразованные, я веду в разных занятиях, в десятках школ занятия, бесплатно, все везде бесплатно. Вот много таких-то преступников где-то, я работаю в тюрьме, работаю в лагере, бесплатно, десятки лет, каждый год благодарности. Конкретно, я не теоретик, я вижу беда, я несу живое Евангелие, у меня больше ничего нету, я очень слабый. Но в этой слабости наша сила. Я иду только с Библией, у меня ничего больше нету. Я просидел за Библией десятки тысяч часов. Ну, вы говорите, очень слабый. Но это вопрос, знаете, спорный. Возьми любого автора, любого богослова, любого священника, кто занимается проповедью, он в чем-то до слабый. Вот даже некоторые такие маститые, вот как мы знаем, богослов, ну не богослов, проповедник, как Смирнов, ну маститы, как они о себе думают, по многим вопросам, если его коснись, он слабый. Он даже сам говорит, а я вот тут не богослов, а вот тут я не знаю. То есть это человеческая природа, как Осипов, кстати, об этом правильно, Алексей Ильич говорит, мы все, каждый из нас что-то знает понемножку, а вот вместе мы уже церковь, и кто-то в каком-то вопросе сильный, кто-то слабый. Все мы несовершенный, потом же человек имеет, ну как бы у него возможности ограниченные. Ну все, расстаемся. Слава Христу, прошу молитв ваших. Слава Христу, прошу за меня помолиться, попросить. Хорошо, помолиться. Чтобы у меня сердце было открыто для этих гонителей, чтобы я нигде не засомневался, что это от Бога. Я принимаю благодарение Богу, мне это необходимо. Необходимо, потому что я завершаю жизненный путь, и мне не хватает тюрьмы, лагеря, но такого гонения не было. То есть, Бог меня испытывает. Пусть меня Господь подкрепит, чтобы я с радостью это перенес. Игнат Тихонович, ну вы еще пока не собираетесь, вы еще нам нужны. Вы еще молодой. Я уже собрался, уже прощаюсь. До свидания. Нет, я имею в виду жизнь, жить, жить. Я и в жизни так же. Каждый день прощаюсь. А вам, да. Слава Христу. Чтобы ангел не покинул, когда душа будет разлучаться от тела и провел душу мою по бытарствам страшным и непонятным. И ввел ее в вечное царство Христа навеки. Вот такая у меня молитва. У меня много молитв, которые из всех мест Писания было. Они мной составлены. С Богом, Александр. С Богом. До свидания. До свидания. Подпишитесь.